Он покорил наши сердца. Он показал высший класс в фигурном катании. Его улыбку мы еще долго не забудем. А он, Настенька, я думаю, не забудет, как ты ему предлагала остаться в России. И не удивлюсь, если он уже созванивался с Депардье и узнавал, как там с квартирами в Саранске. Встречайте! Двукратный чемпион мира! Степан Ламбьей! Швейцария! Сборная мира! Что ты думаешь о грядущих Олимпийских играх? Каков твой прогноз на соревнования среди мужчин? Я знаю, что это сложно просто поделить мыслями как профессионал. Ну, должен сказать, что это будет очень интересное соревнование, потому что соревнующиеся находятся под огромным давлением. И, наверное, как минимум 10 из них имеют самый высший уровень. И я думаю, что это будет очень открытое противоборство. Я желаю всем удачи, особенно, конечно, тем, кто участвует в мужском фигурном катании. Я впервые буду зрителем с 1998 года, когда я в Наганом маленьким мальчиком смотрел соревнования. И вот прошло несколько лет, и я снова смотреть буду как зритель. Всем удачи! Спасибо большое. А есть кто-то, за кого ты особенно болеешь? Да, мои друзья из России, Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Я желаю им удачи. В парном катании я их очень люблю. И желаю им всяческих успехов. Спасибо тебе большое. Тебе тоже удачи. И в выступлении сегодня в профессиональной карьере мы будем наслаждаться твоим искусством на льду. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 И я вдруг подумал, что не, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крики восторга. Вы понимаете, занятие хореографии, а это главная тема в музыке, под которой танцевал Ламбьель, под руководством самого Стефана Ламбьеля, это везение редкое. Кто еще может такое показать? И так показать. Удивительная выразительность. К его выступлению хочу добавить, да, наверное, он прав. В Сочи как минимум десяток претендентов на медали в мужском олимпийском турнире, но наша-то симпатия на стороне Евгения Плющенко. И мы желаем ему победы. Это было бы справедливо. Скажи, пожалуйста, а сколько олимпиад в твоем бюгаже? Я участвовал в трех олимпийских играх. В первый раз в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Мне было всего 16, но уже тогда я соревновался с Алексеем Лягудиным, одним из моих кумиров. А затем в 2006 году была олимпиада в Турине. Там я завоевывал серебро. И потом моя последняя олимпиада. Спасибо. Спасибо большое тебе за такую открытость, что ты не стесняешься, говоришь, что да, у тебя есть кумир, которым стал Алексей Лягуди, потому что в нашей стране он просто всеми обожаем. Скажи, пожалуйста, а какая олимпиада для тебя останется навсегда в памяти, самой-самой яркой? Знаете, каждая олимпиада – великолепный опыт. И я желаю всем фигуристам в Сочи отличных игр. Это замечательный опыт, и я знаю, что в России очень много талантливых фигуристов. Я хочу пожелать им удачи в Сочи. Спасибо тебе большое. Я тебе уже, в принципе, от всех нас сделала приглашение. Оставайся с нами. У нас хорошо. Я хочу остаться. Правда, я очень люблю вашу страну. Спасибо большое. Можешь это делать просто сегодня. Спасибо тебе большое.